Иван Иванович, вы мне однократно рассказывали о работе Центра, но знаю, что у вас всё время появляется что-то новое и очень интересное. Спасибо, спасибо большое. Иван Иванович, это было полезное. Спасибо, Владимир Владимирович, за эту встречу, знаю, в каком цепноте вы работаете. И первое, это о Центре. И я бы хотел поблагодарить и передать вам, что ваше поручение, ваше доверие Центр выполнил. Мы закончили реконструкцию главного корпуса. Вот иллюстрации я бы хотел вам показать. Вот такой сегодня, так сказать, Центр. Да, это главный. Входит 7 институтов и уникальный Центр, не только в Сирии, конечно, зданий, но и новейшими технологиями в области диагностики, лечения и профилактики эндокримных заболеваний. Начиная от орфанных заболеваний и до социально значимых таких, как сахарный диабет. Все, что сегодня встречается на планете, это все входит в компетенции наших специалистов и практики наших специалистов. Вот такие направления, как онкология, как сахарный диабет, с его осложнением. Конечно, детство, репродуктивная система и так далее, и так далее, и так далее. Докринная система, она пронизывает все области, и поэтому здесь совершенно мы занимаемся. Сахарный диабет, ну это главная проблема. Мера сегодня, так сказать, вот розовская наша. Да, на самом деле, когда мы пересчитали, у нас реально порядка 8 миллионов. Реально. Но, безусловно, очень много, как у любой страны, особенно второго типа, люди даже не догадываются, что у них сахарный диабет. И вот интересно, что коронавирус показал. Привозит людей, которые никогда не водили сахарный диабет, и у них на два пункта поднимается как по линейке уровень сахара. То есть ковиду требуется энергия. Глюкоза – это самый быстрый, самый усвояемый. И, казалось бы, кислород убивает ковид. Значит, он переводит, по нашему пистолету, на анаэробную уже. Берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц. Это основное депо глюкозы. И переводит на себя. И вот этот энергетик использует для того, чтобы устраивать вот эти штормы. Ну, это вот такая, так сказать, статистика. Татистика, она грустная, конечно, когда 7 секунд в мире. Сегодня 420 миллионов больных диабетом. В течение 7 секунд умирает, конечно, в мире от сахарного диабета. Это идеально выровнять гликемию. Вот здесь, это пациенту. Вот эта небольшая помпа закладывается. Помпа заряжается, программа там вставляется. Маленький тестер, который туда дает. И он удерживает вот в пределах нормы. В пределах нормы. Здесь тот же инсулин. Но с помощью ручек, с помощью ручек, все равно, разброс огромный. И при таком разбросе в 20 раз возрастает. А этот что, прибор автоматом выбрасывает еще? Да. Потому что там сенсор и подает сигнал. Низкий или менее. И инсулин выбрасывает. И инсулин выбрасывает. Физическая нагрузка он выбрасывает больше. Если покушал человек, он вводит побольше, то, так сказать, вводится. Рак щитовидной железы – это самая главная проблема. 30-40% у нас населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. И главная причина до сих пор – это общественный приказ. Вернее, закон о йодном дефиците, о профилактике йодного дефицита с помощью йодной соли. У меня вот здесь есть какая-то бумажка, может, еще раз попробуем. Потому что мы научились это лечить сегодня. И сегодня мы придумали такую вещь, когда, так сказать, удаляя рак щитовидной железы, мы сразу же стимулируем клетки, которые метастазировали, где бы они ни были. Телетродным гормоновым дефицитом мощный даем толчок этим клеткам. Они резко активизируются. И мы тогда им подносим хорошую дозу йода. Йод идет на построение гормонов щитовидной железы. Вот это простой пример терраностики. То есть и терапия, и диагностика одновременно. Когда йод идет на построение тероксина, а в большой дозе с меткой, радиометкой, когда приносишь дозу, то они как мыльные пазы, ребятам, лопаются. 98% выздоровления полного. Вчера это практически все погибающие в обеде. Так что пока покупаем терраджин, тереотропный гормон, но мы сейчас уже на стадии создания этих вещей. Поздравление 95-98%. 95-98%. Выздоровление. Потому что вот эта терраностика, это когда, так сказать, вот это особый, может быть, я, так сказать, терраностика, потом покажу. Это чем занимается детская эндокринология. Это как раз нозология, очень редкий. Очень редкий. Это персонализация. Каждого буквально, так сказать, видишь, меняется доза, меняется, так сказать, возраст. Вы видите, сколько это. Персонализированная медицина, пример такой. Вот это наша сегодня медицина. И где-то в 70% случаев, в 75% мы не получаем эффект. По тем самым стандартам. Потому что нужна персонализация. И мы создаем вот такие панели. Я наше. Для того, чтобы, да, и они увеличиваются, увеличиваются, уточняются, конечно, уточняются, так сказать, диагноз. И можем предупредить эти населения с заболеванием. А вот сахарный диабет. В зависимости от того, родители больные или ребенок заболел, какие проценты возможны, заболеть сахарным диабетом. Но, зная мы эти вещи, мы, естественно, так сказать, ведем так беременность из-за тем последующим, что они, как правило, так сказать, сегодня встречаются, рожают и абсолютно нормальны. Репродуктология. ЭКО, так называемая, так сказать. Подсадили две бецеклетки плодотворенных. Ну, можно сказать, эмбрион. Ну, оказалось, что одна на одном плаценте, два мальчика родились, а другая девочка родилась. Ему уже по 7 лет. У нас очень высокая, очень такая, очень хорошая, так сказать, ЭКО. И потому что, так сказать, обширы гинекологами смотрят только вот. А то, что щитовидная железа может повлиять, или там гипофиз может повлиять на репродуктивную систему, тоже, так сказать, как-то. Ну, все касается. Ну, и самый последний мы организовали институт. Образовательный. И взяли на себя вот компетенции Минздрава сейчас за организацию службы, за качество лечебной работы, организацию первичного, взяли на вторичного, третичного. Мы 47 аудитов проехали, 47 губернии. И мы видим, что это в каком состоянии. И мы предложили, конечно, расширить компетенции эндокринологов до целый ряд компетенций, до, конечно, такого семейного врача, участкового врача. Ну, короче говоря, мы серьезно занимаемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.